В городе началась активная российская пропаганда от того, как хорошо заживет Донбасс, если сюда придет Россия. Я не скрывала, что придерживаюсь проукраинских взглядов. Негативные события развивались стремительно в городе. Появились люди в камуфляже и с оружием. Стало опасно выражать сомнения. Это приводило к арестованию и избиению. До нефти заполнили вооруженные люди. Появились блокпосты, отделяющие мой город от свободной территории. Стало опасно собираться и что-то организовывать. Однажды, выехав на подконтрольную украинским военным силам территорию, я увидела проблемы, с которыми столкнутся украинские военные. И решила им помочь. Ко мне подключились другие знакомые женщины, с большим числом которых я общалась по роду своей деятельности. Мы каждый день готовили украинским военным еду, возили одежду, постельное белье. Потом стали покупать и медикаменты. Многие люди передавали мне деньги. Вернувшись из последней поездки, я попала под серьезный обстрел. Мой дом был тоже поврежден снарядом. В городе закрепилось огромное количество вооруженных людей. Улились окопы, устанавливалась артиллерия. Было очень страшно. В какой-то момент я решила передать своим знакомым планшеты, записи и фотографии из опасной зоны своему мужу, который находился в другом городе, в Мариуполе. Этого человека представители так называемой Донецкой Народной Республики остановили на блокпосту и избили. Он, чтобы спасти себя, отдал мои вещи и рассказал им, что он знает, что я помогаю украинской армии. Меня приехали арестовывать на двух машинах около десяти вооруженных мужчин. Они ворвались в дом, избили меня, вынудили сказать код сейфа, из которого сразу все забрали. Обыскали дом, собрали компьютеры, ценные вещи, граноценности. Никто из них не объяснял, в чем меня обвиняют, какой я закон нарушила и за что меня арестовывают. Позже они еще нашли два бинокля моего мужа, и это сразу дало им возможность обвинить меня в том, что я наводчица и корректирующица украинской армии. Меня увезли в наручниках в Донецк. Возможности обратиться за помощью ни к полиции, ни к прокуратуре у меня не было. Никакой правовой защиты на тот момент в городе не существовало. В Донецке на базе батальона «Восток» меня допрашивали, избивали. Требовали назвать адреса людей, которые вместе со мной помогали украинской армии. Я говорила, что я не знаю ни адресов, ни фамилий. Мне стреляли из пистолета возле уха, меня раздевали, угрожали изнасиловать, вели прикладами по ногам и бедрам. Меня заставляли кричать «Зик Хай», обвиняя меня в том, что я фашистка. Я назвала сумму вкладов, сиппинг-коды, своих карточек, многое другое, что они хотели узнать. Когда стало понятно, что больше у меня уже узнать нечего, меня вывезли на одной из площадей Донецка, поставили у столба. На шею мне повесили табличку «Убийца детей, пособница карателей». Меня избивали прохожие, которые верили этой табличке, избивали подъезжающие на джипах люди, на джипах с надписью «Аллах Акбар», вооруженные люди. В этом ужасе был момент, когда меня сфотографировал мужчина в белой рубашке, как потом оказался иностранный журналист. Эта фотография выпала в газету «Нью-Йорк Таймс» и спасла мою жизнь. Вечером меня опять повезли в батальон «Восток». Меня посадили в узкую камеру в дежурной комнате, где находилось много мужчин военных. Меня продолжали избивать, мне брызгали газовым баллончиком на лицо, надо мной издевались. Я видела в этой комнате очень много людей, которых также приводили, избивали и уводили куда-то на пытки дальше. В таких условиях я находилась еще почти три дня, пока меня не освободили иностранные журналисты, которые смогли договориться с руководителем батальона «Восток» Александром Ходоковским. Все пять дней я не ела и почти не пила. На территории созданной Россией искусственных республик нет закона, нет никакой правовой защиты от произвола людей с оружием. Именно поэтому люди на этой территории живут в атмосфере тотального страха и террора. Редактор субтитров А.Семкин